коллеги добрый день представлю зовут меня мария нинашева я являюсь руководителем проектов 1с действующим практикующим консультантом аналитикам 1с основные области мои это документооборот это оперативный учет оперконтора в ерпи управление торговлей и также интеграции всякие всевозможные конечно в основном это документооборот со всем чем можно но и с другими интеграциями с блоками и тоже работаю с различными системами так что по этим вопросам можете ко мне обращаться задавать вопросы в чат вот постараюсь всем ответить даже если не по теме все равно пишите потому что мы в дальнейшем планируем тоже у нас есть серия вебинаров по ерпи у нас есть серия вебинаров по документооборот у нас планируется серия вебинаров по интеграции в частности и по техническим моментам и по пользовательским таким общим моментом поэтому все вопросы которые у вас возникают пишите а мы там уже подумаем как нам помочь дальше с этими вопросами так ну все вроде всех пустила давайте тогда перейдем к нашей презентации тема у нас сегодня интеграция 1с архива 1с документооборот а в ходе вебинара мы с вами рассмотрим как происходит настройка вообще основные принципы настройки посмотрим как происходит настройка системе архив 7 документооборот что для этого нужно что требуется учесть и посмотрим на примере настроенной системы на тестовом стенде на эти настройки уже самой системе но будет у нас интересно у нас был с вами вебинар не так давно про 1с архив там мы разбирали основной функциональной системы наполнение системы достаточно подробно поэтому если вы еще не знакомы с этой системой не понимаете для чего она нужна чем она отличается от того что у нас внутри документооборота пожалуйста можете посмотреть запись запись у нас размещена на сайте если хотите можете запросить в чат мы вам направим ссылочкой чтобы вы могли уже найти ссылку и этот вебинар итак сначала говорим о том что что у нас такое ну хотя бы в общем понять что это такое у нас 1с архив 1с архив у нас хранит именно архивные документы организации то есть документы оборотит наши живые документы мы с ними работаем оперативные здесь у нас 1с архив используется уже для передачи на архивные хранения соответственно структура данных у нас должна быть одинаковая мы должны учесть как мы будем информировать в архиве то есть первый шаг это всегда у нас принять решение что у нас там в архиве будет нормативно справочная информация со справочниками особенно если когда у нас система только заводится когда у нас и отдающая система только заводится то есть есть какая-то сложная архитектура где есть надо понять что у нас будет являться источником для 1с архива и сегодня на текущий момент рассматриваем когда у нас 1с документа оборот источник для архива в принципе может быть и другая система то есть такие алгоритмы тоже предусмотрены существует различные варианты загрузки данных в 1с архив мы на прошлом бинаре тоже это рассматривали если интересно можете посмотреть вот что у нас входит функциональность программ 1с архив это прием документов и систем источников это долговременно именно долговременное хранение электронных документов которые у нас архивная и сохранение юридической значимости на протяжении всего срока хранения то есть здесь у нас именно упор идет функциональности системы на то что документы будут храниться долгосрочно основное основное предназначение системы это хранение постоянные документы долгосрочно 10 лет которые у нас хранятся и пожизненно которые хранятся но в принципе можно и с меньшим сроком хранения для коммерческих организаций это очень актуально и здесь уже тоже можно и так использовать вот суть в том что система позволяет верифицировать электронные подписи на протяжении всего срока хранения здесь функциональность она расширена именно для архивного хранения возможность выполнить все архивные процедуры прописаны в законодательстве то есть все что у нас в законодательстве указано по нормам хранения документов архивного но все здесь соблюдено очень важно это для организации которые тесно связаны допустим с какой-то государственной деятельностью где очень строго все должно соблюдаться с нормами законодательства здесь конечно 1с архив незаменимая вещь она очень очень сильно помогает избежать всяких неприятностей когда у нас не соблюдается норм законодательства все-таки архив им оперативные документы вы с ними работать каждый день архивные документы немножко нормами не брегают а здесь у нас конечно спасать нас эта система к архивным документам относятся документы временного хранения свыше 10 лет как я говорила и постоянного срока хранения корпоративной деятельности приказы распоряжения планы отчеты документ по личному составу но и и как я говорила может могут еще и другие документы также хранится меньше срок хранения это тоже возможно так проговорила про то что у нас 1с архив позволяет в долговременной перспективе хранить документы и позволяет формировать обязательно вот что важно учетные документы для архива причем в тех форматах которые у нас хочет видеть от нас контролирующие органы хотят видеть хотят видеть наши так скажем источники запросов которые хотят видеть архивные документы у нас все хранится по правилам как оно должно быть далее мы рассмотрим документы оборот мы чуть побольше поговорили с вами про 1с архив потому что наверное про него еще очень мало информации но вот я скажу так когда я искала данные какие-то информацию для вебинаров для тех самых внедрений не так много к сожалению внедрений было еще это не такой массовый поток все-таки внедрение системно у нас уже было достаточно такой обширный по сравнению даже с другими компаниями смотрим уже успели поработать на целый ряд проектов внедренных вот но что заказчики что разработчики что в открытых источников информации мало инструкции обновляются не быстро так бывает что начинаем смотреть инструкции это 1с и что где-то нужно уже из последних релизов видим что актуализируем для себя как как делать что поменялось вот так что стараемся следить за событиями по архиву документ оборот тоже у нас живой он тоже постоянно развивается и а здесь немножко поменьше про него поговорим но говорим для чего у нас используется один из документа оборот это у нас система уникальная тоже если смотреть в разрезе других систем 1с и визуально и наполнение то есть здесь нет финансовых потоков здесь нет ни управленческого учета не регламентированного учета которому мы привыкли тех цифр сумм денег на которые завязаны все остальные системы здесь у нас покинут потоки документов и документ оборот это одна из самых интегрируемых систем то есть это у нас такой резервуар до стекаются все документы из всех систем это система используется периодически как мдм системы ну а-ля такая мдм то есть как мастер-система для заведения нормативно-справочной информации такой у нас тоже достаточно частый запрос коллеги а слышно меня ага все 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 отлично слышно хорошо я просто смотрю метод перебои связи хорошо так а система документа оборот у нас получать самой одна из самых интегрируемых и иногда используется как частенько я бы сказал как мастер-система для заведения контрагентов для заведения договоров пользователи такой такие кейсы редкие то есть в основном контрагент договор потому что здесь мы согласовываем и потом уже отдаем другим систем в связке же с архивом получается что я системой приемником у нас является 1с архив есть если так с картиночка чтобы у нас была видна теперь мы посмотрим связку систем 1с архив 1с документ оборот какие варианты у нас существует вообще обмена документами с 1с архивом я об этом там чуть чуть сверху уже упоминала что у нас есть возможность двух вариантов передачи документов двух вариантов возможности источников комплектования это когда у нас передаются готовые сдаточные описи он подходит если источник комплектования у нас поддерживает списание документов дела и формирование издаточных описей. В этом случае документ поступает у нас в систему уже в составе издаточных описей и попадает сразу же в архивный контур. В 1С документообороте это предусмотрено и именно документооборот у нас в этом формате и обменивается. То есть есть встроенная функциональность предусмотрена в документообороте, которая подготавливает в необходимом формате уже издаточные описи и мы отправляем в архив сразу в формате архива. Мы передаем на архивное хранение. Второй вариант это пакеты документов без издаточных описей. Тут у нас уже подходит такой вариант, если у нас в источниках комплектования соответствующие процедуры не происходят. То есть документы у нас поступают в 1С архив на оперативный контур. Дела издаточные описи уже оформляются внутри самого 1С архива и только после этого у нас документ попадает на архивный контур в 1С архиве. То есть и такой и такой вариант возможен, такой и такой вариант используется. Мы сегодня будем смотреть именно на примере первого варианта, когда у нас издаточные описи формируются в системе источники в документообороте. Что нам нужно для того, чтобы настроить интеграцию между архивом и документооборотом? Пока это, наверное, самая популярная, самая востребованная настройка, которая у нас с 1С архивом происходит. То есть эти две системы у нас неразрывно связаны. При первом запуске у нас открывается сразу, когда мы устанавливаем архив, у нас сразу будет открыт помощник первоначальной настройки и сразу нам система предложит установить настройку интеграции. И также можно будет вернуться в разделе настройка к ним в любой момент времени. У нас эта настройка уже выполнена. Мы посмотрим на тестовом контуре, как она у нас выполнена. Далее. Что у нас происходит более точно по настройкам на стороне 1С архива? Все мы помним, что для того, чтобы любые настройки выполнить, мы сначала включаем с вами интернет-поддержку. Это очень важно, потому что 1С архив у нас быстро развивается и документооборот быстро развивается. Если у нас какая-либо система будет неактуальна, а подключение интернет-поддержки у нас обеспечивает актуальность нашей системы, то здесь нам очень важно поддерживать актуальность, подключать интернет-поддержку. И ни один франчайз-партнер вам не поможет, если у вас нет договора ИТС, который обеспечивает нам включение интернет-поддержки. То есть, если у вас что-то не работает, не работает интеграция, что-то не настраивается, первое, что есть, проверьте, во-первых, релиз, сопоставимость релизов, может быть, в текущем релизе какая-то ошибка, какая-то особенность, которую нужно поправить, или доп. настройка какая-то появилась для настройки интеграции. Первое, что мы делаем, это устанавливаем интернет-поддержку. Также мы, вторая настройка, которая у нас делается, это у нас указание. Мы должны указать сетевой путь каталога интеграции. Именно сюда у нас источник комплектования будет выгружать документы. Права на этот каталог тоже, у нас возникали такие вопросы, что права на этот каталог у нас не были установлены именно к серверу 1С, и сотрудник у нас не видел. Ну, заказчик обратился и говорит, вот не можем настроить, сами пытаемся. Там просто прав не было, поэтому проверяйте права, что у нас есть, что включено, что не включено. То есть такой тонкий момент. Вот, обращаю на это ваше внимание, если сами пробуете настроить тестовый контур или не понимаете, что у вас где настройки. Вот, далее мы указываем источники комплектования. При вводе меню базы и кода, указанного в настройках интеграции, автоматически будет создан элемент справочника источники комплектования. Справочник открывается в меню раздела архив документов. Мы с вами его посмотрим. У нас здесь работает регламентное задание. Обмен с источниками комплектования и расписания у нас стоит по умолчанию. Каждые 10 минут для тестов мы можем дернуть регламентное задание руками. Кто работал с документооборотом, с архивом, сталкивался, знают, что вся система у нас построена на работе регламентных заданий. Вот, поэтому если у вас что-то не отрабатывает в системе, часто бывает на тестовом контуре, выключены регламентные задания, и мы видим, что у нас не работает. Хоть беси-беси и не работает. Ну, видим, либо выключены регламентные задания, либо частично что-то отрабатывает, что-то не отрабатывает. Нужно проверить, дернуть вручную, посмотреть, что они у нас рабочие. А далее еще, обращая внимание, что визуально даже презентацию, когда делал, у нас там источники комплектования, сейчас у нас, по-моему, источники поступления, они называются. То есть от релиза к релизу, то есть некоторые понятия, они могут у нас меняться, чуть визуально видоизменяться программы, так что следите внимательно. Если вдруг что-то не можете найти, значит, может быть релиз другой. Прямо буквально от релиза к релизу очень много изменений. Система очень живая. Далее. Какие у нас производятся настройки на стороне конфигурации источника, на стороне документа оборота? То есть мы с вами рассмотрели, какие у нас настройки на стороне архива. Обязательно включена интернет-поддержка и данные источника. Все. Он у нас появляется уже в источниках комплектования. Далее. Настройка на стороне конфигурации источника. Обмен поддерживается с любой конфигурацией, которая подготовит выгрузку в нужном формате. Встроенная выгрузка данных у нас уже предусмотрена в документ обороте. Поэтому мы на примере документа оборота смотрим, но и подавляющее количество запросов на интеграцию, на внедрение у нас с вами именно в документ обороте. То есть мы эти две системы смотрим в связке. Ну, далее уже, так как система молодая пока, мы в основном интеграцию делаем с документ оборотом, но далее уже список будет расширен. И, наверное, мы будем смотреть еще, например, в других систем тоже. Посмотрим, что у нас, какие настройки предусмотрены на стороне документа оборота. Первая у нас есть команда интеграции с 1С архивом. Вот эта презентация, она вам тоже будет направлена. То есть здесь пошагово указана инструкция по подключению в системе. Мы тоже эти все настройки с вами сейчас в конце посмотрим. Посмотрим, откуда выгружаются данные. Вот, но очень важно, что у нас тоже и алгоритм он зафиксированный. В общем-то, от 1С во всех инструкциях это тоже есть, но это еще нужно найти, где это находится. Поэтому здесь вам вот инструкция к действию. Можно делать свой тестовый стенд. В настройках настройки программы есть команда интеграции с 1С архивом. И в этом открывшемся окне мы вводим к того, как обмена. Это папка, через которую у нас будет сам обмен происходить. Код этой базы, код базы как источника комплектования архива. И публикация 1С архива на веб-сервере. Да, вот я забыла сказать, что у нас базы должны быть опубликованы. Ну, мы уже привыкли к тому, что документы оборот у нас для того, чтобы он полноценно нормально работал, для того, чтобы работала бесшовная интеграция, для того, чтобы у нас работал мобильный клиент. Мы предполагаем всегда при внедрении, говорим об этом заказчикам, что нам нужно нашу базу будет опубликовать. Вот 1С архив тоже у нас должна быть опубликованная база. А где и почему это важно? Если у нас предприятие какое-нибудь государственное, предполагается секретная информация, предполагается защита информации внутри компании, нужно понимать, какую публикацию мы будем использовать. Допустим, с документа оборотом вопрос возникает, что, допустим, мы можем для внутренней бесшовной интеграции опубликовывать базу. Если же, допустим, это мобильный клиент, то есть внешняя публикация, тут уже возникают вопросы. Вот. Сразу стоит это учитывать, что базы у нас должны быть опубликованы. Так, публикация базы 1С архив на веб-сервере, она у нас используется для обращения к веб-сервису при получении контейнера из архива. Если указаны эти данные, то на стороне документа оборота из карточки, переданного в архив документа, можно будет скачать файл контейнера. Вот. Тут мы проговорили, что у нас, то есть это каталог обмена, код базы и публикации нам требуется. Нормативные правовые акты подписывают передачу в систему хранения электронных документов в виде контейнера, который у нас содержит контент и метаданные электронного документа, файлы электронных подписей, кроме электронных документов, подписанные простой электронной подписью и визуализированную копию электронных документов в формате PDF. Так, это мы проговорили про электронные контейнеры документов. Файлы метаданных, которые у нас передает 1С архив, включают реквизиты документов, реквизиты документов, такие как номер, дата, заголовок, содержание, вид документа, организация, подразделение. Контрагент, валюта, сумма, сумма НДС, проект, гриф, дата начала и окончания действия. Далее рассмотрим список передаваемых файлов с их номинами. Сами файлы передаются в том же zip-файле, в этом же списке файлов, для каждого файла указываются. Указывается имя файла в архиве, фаштума файла, имя файла визуализации, если оно присутствует таковое, список электронных подписей, визы, резолюции, субъекты персональных данных, информация о которых есть в передаваемом документе, и список прочих реквизитов. Часто возникает вопрос про список электронных подписей, часто возникает про визы, вопросы. Поэтому тут нужно понимать, что эти реквизиты у нас передаются. Учитываем. Далее, что у нас является результатом загрузки документа в 1С архив. После загрузки документа в 1С архив и его карточки, прикрепленными файлами, отображаются контейнеры и все файлы визуализации. В списке прочих реквизитов можно также передавать свои реквизиты, то есть помимо основных, они будут помещены в список файлов, карточки документа, прочие реквизиты. Можно передавать такие значения, которые принимают следующие типы. Это тип строка, число, булева, дата, организация, подразделение, должность, сотрудник, физическое лицо, документ, вид документа, гриф доступа, контрагент, проект, валюта. В программе предусмотрен обмен автоматически НСИ. Я вот про НСИ и вопросы уже говорила. НСИ с источниками комплектования. И у нас есть перечень справочников для обмена. Нам важно, что при внедрении нам нужно понимать, кто у нас источник, каким образом можем ли мы эти НСИ данные использовать, данную нормативно-справочную информацию, в каком она у нас сейчас текущем состоянии. В любом случае, при внедрении новой системы и наполнении ее нормативно-справочной информации, мы рассматриваем этот вопрос, откуда мы будем брать НСИ и в каком состоянии, нужна ли нормализация. Часто, когда уже есть действующая система документооборота и к ней принимается решение довнедрять архив, то есть новую систему, внедрение новой системы, при этом они плотно взаимодействуют между собой, здесь у нас обычно возникают вопросы, интеграционные вопросы, нормативно-справочные информации, в том числе и нормализация нормативно-справочной информации. То есть если мы при загрузке понимаем, что у нас полный бардак в справочниках и в таком виде передавать в архив, выгружать этот справочник нежелательно, то пока мы делаем обследование, в рамках обследования мы и изучаем состояние нормативно-справочной информации, вероятно принимаем какие-либо меры для ее нормализации на старте. Это самое лучшее время, когда у нас идет какое-то внедрение какой-то системы, самое лучшее время, чтобы нормализовать наши данные, которые есть в системе. Поддерживаются следующие справочники для обмена. Это виды документов, организации, подразделения, должности, физические лица, сотрудники, грифы доступа, контрагенты, проекты, номенклатуры дел, и разделы номенклатуры дел. Принимаются эти данные системы 1С-архив в виде файлов JSON. Подробнее мы будем подробнее у нас как был интеграционный вебинар, мы еще планируем серию интеграционных технических вебинаров таких, вероятно, тоже будем рассматривать именно технологии обмена, сами файлы обмена, какие используются, почему используются схемы, то есть это очень интересная тема отдельная, которая касается вообще в принципе обменов, сейчас мы смотрим на определенный кейс, это обмен между 1С-архивом и документооборотом, а так вообще тема обменов одна из самых интересных, сложных, наверное, хотя не знаю насколько сложно, для меня просто интересно. при каждой интеграции регламентного задания обмен с источником на комплектование сначала выполняется загрузка НСИИ, а потом уже сама загрузка документов за 1С-архива в источник комплектования эти данные не выгружаются. 1С-документоборот поддерживает обмен нормативно-справочной информацией, выгружает ее в необходимом для 1С-архива формате при включении настройки интеграции с архивом автоматически выгружаются все элементы указанных справочников. В дальнейшем отслеживается какие элементы были изменены и выполняется их выгрузка. Выгрузка выполняется регламентным заданием обмен с архивом. В общем-то то, что мы с вами поговорили. Теперь я предлагаю перейти к самой системе 1С-документоборот и 1С-архив к нашему тестовому контуру так ну систему документоборот сильно о ней рассказывать не буду больше покажу наверное архив а напишите мне пожалуйста в чат кто видел систему 1С-архив может быть демонстрация может быть внедряете может быть каким-то образом попытка была внедрения или планируете напишите что у вас в планах относительно 1С-архива я пока минуточку проведу описание системы 1С-архив 1С-архив она визуально абсолютно простая сейчас мы с вами находимся под администратором поэтому у нас начальная страница содержит техническую информацию далее у нас 4 раздела это главное то с чем мы обычно больше всего работаем настройки документ поддержка и сотрудники подразделения основную работу мы производим в разделе архив документов здесь у нас хранятся все наши документы и здесь у нас происходит все мы видим всю оперативную нашу работу в программе все наши разделы с которыми мы в основном работаем раздел нормативно-справочная информация это больше раздел администратора где у нас хранятся наши справочники справочная информация классификатора и настройки предприятия справочники предприятия и также раздел настройка здесь у нас происходит настройка нашей системы сейчас в системе мы видим источниками документов у нас сейчас в настройках указаны два источника документов 1с документооборот 2.1 1с документооборот 3.0 мы настраивали тестовый контур из той и той базы в свое время и настройки некоторые остались базу демонстрационная она наполненная документами наполненная определенными настройками и мы видим поэтому здесь конкретно уже пример так по источникам документ мы посмотрели вот я сейчас краски обратил внимание у нас в инструкции еще и презентации от прошлого релиза когда мы готовили презентацию были источники комплектования теперь у нас источники документ называется ссылочка то есть последнем релизе визуал у нас поменялся обращайтесь на это внимание потому что программа новая и постоянно происходят и оперативные изменения системе так как у нас выглядит система посмотрели источники документов настройку увидели она присутствует перейдем с вами в систему 1с документооборот сейчас мы находимся с вами под администратором системе документооборот это у нас тройка редакция 3 мы в основном все внедрения ведем уже на 3 редакции работаем с ней и в том числе интеграции тоже смотрим на 3 редакции в то же время у нас есть огромное количество заказчиков которые еще находится на редакции 2.1 тот в процессе перехода на тройку кто-то еще работает в 2.1 и пока никуда не собирается в ближайшее время но рано или поздно все равно нужно будет переход планировать поэтому сейчас мы смотрим на документооборот 3.0 смотрим настройках настройка программы здесь у нас есть ссылка интеграция с 1с архивом а здесь у нас указываются данные для настройки интеграции с 1с архивом здесь у нас указывается каталог обмена мы уже презентации мы о нем говорили делали упор что у нас пользуется каталог обмена он должен быть доступной далее мы указываем публикации 1с архива на веб-сервере тоже вот бывают у нас такие моменты важного настройка чтобы у вас следил один администратор за настройками и тем более за интеграции бесшовной интеграции потому что были прецеденты у нас бесшовная между ERP и документа оборотом была и сделали случайно указали адрес публикации копии и у нас из копии выгружались данные в рабочую базу из копии документа оборота в рабочую базу и мы не могли понять что же у нас как-то не то выгружается наверное дня два не мы заказчики потому что мы это не администрировали но в итоге уже мы там увидели методом научных исключений увидели что наверное это настройка догадались и действительно у нас была не та база публикации прописана а это очень очень критично вроде бы ссылочка-ссылочка одна буквка одна цифра не та а это очень критично данные успели нападать и потом пришлось уже вычленять вычищать так что этим должен заниматься у вас один человек ответственный за данную задачу так интеграция с 1с архивом у нас настроена у нас указан пользователь который является администратором и мы можем проверить своими подключения у нас база написала что подключение у нас выполнено все настройки выполнен успешно далее настройки у нас выполнены нам необходимо передать наши дела в архив для этого документа обороте есть специальная функциональность которая предназначена именно для этой задачи находится она в разделе документы это наша основная области рабочие разделы документы основной раздел здесь мы работаем с основной функциональностью системы именно в разрезе документ то есть у нас два основных раздела это документы и совместная работа совместная работа это все что касается задач отчетов по задачам статистики по задачам то где мы обработаем обрабатываем все все потоки информации по задачам раздел документов это раздел где мы работаем именно с документами это и отчет документам это и сами документы это и сервисы связанные с документом том числе мы можем отсюда создать документ контрагент письмо то есть элементы системы и так здесь у нас разделе документы предусмотрена ссылочка функциональность передача дел в архив что здесь важно здесь у нас формируются документы передачи дел в архив документы эти могут быть в нескольких статусах обмена с 1с архивом мы можем сформировать и поставить статус не готов к выгрузке пока у нас то есть вот они у нас документы которые еще не готовы к выгрузке мы подготовили но в соответствующий статус еще не переводим которые у нас отправляют данные документы в документы оборот мы готовили и ждем моменты когда нужно будет отправить это нам позволяет заранее планировать свое время заранее подготовить документы выгрузки передачи дел в архив и спокойно быть спокойными что потом когда момент придет нам мы можем да да завершить какие-то дела по этим документам какие-то дачи отправить их уже в архив спокойно далее у нас есть статус готов к выгрузке это документы которые у нас подготавливаются для выгрузки в 1с архив и регламентным заданием улетают перечень документов которые у нас уже принят в 1с архив то есть мы можем посмотреть что у нас отправлено в 1с архив что там у нас хранится и можем смотреть вообще сплошным текстом все что у нас в каком-либо статусе подготовлено документ передачи дел для передачи в архив общее количество по типу документов так посмотрим немножко подробнее что у нас содержит документ передачи дел в архив документ у нас содержит формируется номер документа дата документа то есть мы можем отслеживать форма документа подразделение организация и также мы можем добавить по соответствующей по соответствующим фильтрам которые мы выставили мы можем добавлять дела для передачи в архив что важно у нас здесь сейчас мы рассмотрим пример вот дело которое мы передаем дело которое оно у нас должно быть закрыто то есть выставлена настройка выставлена галка что дело закрыто здесь у нас должны быть указаны места хранения что позволяет нам потом быстро найти наш архивный документ то есть эти данные у нас должны быть зашиты здесь и мы можем им пользоваться из далее уже в 1с архиве получать эти данные и пользоваться а мы видим здесь перечень документа в деле у нас демонстрационная база вот и мы видим наш статус обмена готов к выброске здесь указывается срок хранения и сколько уже у нас хранится дело так но и здесь для передачи передачи документ передачи дела в архив мы рассмотрели важно сказал эту галочку что дело у нас закрыто так вот таким образом нас через рекламе с помощью рекламентных заданий документы у нас улетают в 1с архив по расписанию также можно если у нас происходит на тестовом контуре там или мы на этапе внедрения то рекламентные задания не всегда мы включаем на определенных этапах они очень нам нужны конечно ручное запуск рекламентных заданий очень медленнее делает процесс тестирования допустим тот же самый технический специалистами поймут так теперь мы переходим с вами систему 1с архив и где у нас здесь появляются данные документы данные документы у нас появляются в разделе архив документов на самом деле тут один такой раздел с которым происходит основная работа по сути на НСИ и настройка разделы они технические они для наших технических специалистов для людей ответственных за эти разделы заведение нормативно-справочной информации здесь у нас в этом разделе есть мы посмотрели источники документов и смотрим сдаточные описи то есть у нас данные приходят в сдаточные описи здесь мы можем видеть откуда они приходят это источники документов системы кодами а здесь мы видим сдаточные описи что мы здесь видим сдаточных описи у нас формируются они автоматические и сейчас развернем посмотрим что у нас внутри наших сдаточных описей находится что у нас какая информация приходит когда у нас документ пришел сформировался необходимо произвести проверку данный документ у нас проверка выполнена успешно то есть когда приходит новый документ мы кликаем проверяем наш пришедший документ устанавливаем отметку что у нас выполнена проверка далее далее у нас формируется номер дата передано форма документа приходит ну то есть как у нас формируется нумерация как у нас передается документ это все настройки интеграции все это автоматически у нас подгружаются и формируется список дел которые у нас пришли что у нас здесь укладно указывается давайте откроем с вами дело и посмотрим что мы здесь видим мы видим когда она у нас передана на архивный контур мы видим архивный шифр видим источник комплектования документа то есть мы видим откуда документ у нас пришел подразделение документа и также важно мы можем перейти в реестр электронных документов посмотреть реестр наших электронных документов с регистрационными данными номерами документов наименованиями документов и указанием дела где они у нас хранятся это и заголовок дело это индекс дело это номер единиц хранения по описи все эти данные у нас сюда подтягиваются так мы посмотрели с вами как выглядит внутри документа обороты то есть далее уже у нас происходит хранение по сводным описям мы говорили также что у нас есть варианты приема на оперативное хранение сегодня мы рассмотрели вариант именно интеграции с документ оборотом в дальнейшем у нас планируется интеграционные варианты интеграционные вебинары и вероятно тоже тестовый контур сделаем и для другой загрузки данных вот вернемся в нашу презентацию что мы сегодня с вами рассмотрели вернемся к нашему плану вебинара мы сегодня с вами рассмотрели назначение системы 1С архив и 1С документа оборота также еще затронули саму функциональность не только назначение но и функциональность системы немножечко разобрали 1С архив чтобы было понятнее как для чего она используется и почему именно с документ оборотом интеграция далее мы рассмотрели настройки которые необходимы для обеспечения интеграции между архивом и 1С документ оборотом и посмотрели ну сначала теоретически посмотрели а потом посмотрели уже практически пример настроенной интеграции в 1С документ оборот и архив так то есть три этих вопроса мы с вами разобрали так далее далее у нас могут быть какие-то вопросы какие-то кейсы вот я сейчас вижу вопрос в чате можно ли использовать 1С архив как классический контент сервер чтоб файлы прикреплялись в 1С до пользователями они автомат на 1С архив вопрос объемный тут наверное отвечу немножко общее подробнее сможем с вами потом Сергей Захаров подпишет этот вопрос сможем потом разобрать подробнее ваш конкретный процесс тут важно понимать что документ оборот он используется так я выключил при презентации свое видео сейчас включу обратно потому что монолог уже такой презентация не кручу дальше он не показываю немножко поговорю с вами так чтобы меня видели документ оборот выполняет свою функцию то есть он работает с оперативными документами которые сейчас находятся в работе которые мы используем это задача документа оборота задача архива это уже хранить архивные документы когда мы с ними не работаем когда мы уже передали в архив только храним поэтому в принципе задачи этих систем разные нужен ли вообще в принципе вам архив документа оборота вот это вот вторая система но тут нужно смотреть по вашим процессам как много у вас документ которые реально нужно хранить вот на таком долгосрочном архивном держать хранение соблюдать эти строгие правила и поддерживать еще одну интеграцию поддерживать еще одну систему тут можно смотреть от задачи организации объемов организации по документу оборота вот поэтому каждые задачи каждая система решает свою задачу все таки архив это архивный контур так надеюсь на вопрос ответил так ну сегодня мы с вами хорошо проработали продуктивно старалась ответить на вопросы в чате еще раз в чат потом просмотрю если вдруг что-то пропустила то в рассылочке ответим вам если остались какие-то вопросы более точечные более под ваш процесс более какие-то такие требующие анализы у каждого участника вебинара есть встреча совершенно бесплатная где мы с вами можем поговорить конкретно под ваш процесс под ваши тонкости ваши виды документа определенные там ну какие-то особенные в общем много вопросов честно говоря возникает когда мы начинаем копать конкретно по 1С архиву проводить обследование много всяких тонкостей возникает система новая задаем вопросы 1С разработчикам самим изначально много с ними общаемся поэтому все очень интересно много тонких тонкостей много нюансов но не внедренными пока еще никто не остался так что спасибо вам за сегодняшний вебинар за активное участие до свидания буду прощаться с вами я